Приведу пример. Вот смотрите, как обычно реактивируют базу. Ее берут, вот приходят и говорят, мы тут год отправляли, у нас есть 20 миллионов базы, которая никогда не открывала, что с ней сделать. Это плохой кейс. Что он нужен делать? Возвезем про стандартную приветственную серию писем, которые мы можем отправить от любой абсолютно компании, человека, который подписался. И вот мы отправляем первое письмо. Мы его отправили, дальше какое-то стандартное условие, что открыл, не открыл. Если он открыл, то на второй день мы отправляем ему рассылку номер 2 в таком формате. Потом отправляем в таком формате рассылку номер 3. И, уверяю вас, вот здесь, вот где-то уже там, на второй рассылке, которая... Ну, допустим, сейчас еще уточнение такое. Этот отправляется на первый день, этот отправляется на третий день, а этот отправляется на седьмой. Вспоминаем ту историю про реактивацию базы, которая была уже существовала года, столетия, то, вот, уверяю вас, на третий день у нас уже будет, ну, минимум 30% людей, которые ни разу письма не открывали, а прошло уже 4 дня. Здесь будет их 40%. То есть какие-то люди подписываются, они хотят контент, но из-за того, что слишком много контента, они, безусловно, читать его не будут. И что мы можем сделать? Мы можем этим людям сразу реактивационную серию направить. Мы можем менять заголовки, мы можем делать более агрессивную форму этих заголовков, мы можем изменять контент. И в этом случае, как бы, вот эта сегментация уже на этом этапе, на раннем, она, как бы, может помочь. Давайте я вот эту схему просто с ранней реактивации просто пришлю вам и посмотрю. То есть мы пытаемся, как говоришь, расшевелить тех людей, которые сразу не читали, то они могут по другим хору не читать? Да, причем сразу, то есть практически. Такая же штука есть, так раз, такая вещь, есть W-opt-in, письмо подтверждения. Слышали? Обычно как делаю это? Правильно ли на нас письмо? И все. А я могу, я по себе сужу иногда, то есть я понимаю, что я не репрезентативный маркетолог, но я бывает забываю подтверждаться. Вот я где-то зарегистрировался, пойму, что там, ну, когда-нибудь потом, вроде как бы, я же живой. И как мы делаем? Мы в случае, если человек первые три дня не подтвердился, снова мы письмо отправляем, потом еще через пять дней, потом еще, а потом вообще-то письмо делаем регулярно, мы 30 дней пытаемся еще дожать этого человека. И это нормально, ну, как бы, нотификация стандартная. И мы, бывает, что такими способами на 20%, на 30% людей больше подтверждаем, чем это обычно делают. Просто за серией рассылок. А мы там тоже, кроме имейла, о людях ничего не знаем, знаем, подтвердилось или нет. Вот нам этого достаточно для построения сегмента. Дальше мы можем использовать следующую, вот у нас есть сегментация по доменам, да, мы какой-то транзит на сайт привлекаем, мы знаем, что у нас там где-то опубликовались у партнеров, где-то от нас кто-то написал, и мы, ну, в принципе, можем даже воронку, там, так-то просто строить, от того, от каналов привлечения, а потом еще по доменным временам смотреть, какие домены лучше конвертироваться и откуда они пришли. Ну, лучше взаимодействовать, лучше. Понравил. Вот. Продукты. Есть какие-то успешные кисло-бетестирования? А-бетестирования? Ну, просто сегментация, ничего не бесплатного. Да, в общем-то, они всегда какие-то успешные о чем-то заставляют задуматься. Я пытаюсь вспомнить. Ну, какие-то есть, и мы обычно... То есть, у нас бывало такое, что я могу просто сейчас рассказать о самом опыте, и он страшный. В общем, что мы делали, я просто... И, возможно, вы для себя даже найдете какое-то интересное решение в этом, а однажды мы собирали... Я, когда на американском рынке работал, мы собирали... У нас был проект, похожий на Headhunter. Мы собирали там базу людей, которые не сами ищут работу, и мы им предоставляли предложения. Мы партили предложения по всему интернету, по сервисам, фильтровали для них, и, в общем, за счет этого жили, монетизировались. Продавали рекламу на площадках. И в какой-то момент, когда мы уже вот все внедрили, а у нас такая штука была, что вот мы у себя делали это все, и вот фултайм этим занимались. И вот мы все сделали, и казалось, что больше ничего делать невозможно, и мы собирались и придумали такую штуку, что мы знали имя человека, и начали отправлять ему именно... То есть, если мы звали Иван, то письмо ему приходило от Ивана. Если человеке звали Екатерина, то мы поставляли имя Екатерина. И делали такие вещи. И from email тоже меняли, то есть там прям от Екатерины все было. Мы придумали всяких разных персонажей, вставляли их в рассылку, фотографировали человека на фоне американского флага, находясь в Рязани. И смотрели, как это работает. И один из примеров об тестировании, мы подумали, что персональные письма от человека работают лучше, чем маркетинговая составляющая. Мы вообще не начали тестировать. Мы убрали все, что было, и в итоге, действительно, это оказалось так. То есть, вот это обычное письмо, вот эти вот стандартные подписи, фотографии, это все работает или наоборот уже на читаемости? Есть такое? Нет, если просто, вот сейчас, если просто похоже на маркетинговое письмо с фотографией, там, подпись такая, как Фоксимиле, то это плохо. А если мы убираем весь дизайн и просто пишем с ошибками, то отлично. И мы делали следующий образ. Мы подписчику на какой-то там день в этом проекте задавали письмо от вымышленного персонажа, задавали вопрос, что тебе нравится, что ты ищешь. А объемы базы были где-то 15 миллионов. В день мы привлекали огромное количество. Мы понимали, что этот объем фидбэка нам не обработать. И у нас ресурсов не было. Иногда человек задавал вопрос, а мы ему на него отвечали. Ну, автоматически. Мы ему отвечали таким персональным письмом, хорошим, красивым, что, слушай, мы получили два письма, но я просто зашиваюсь, у меня столько-столько дел, писала эта девочка, и мы больше не можем... Ну, подожди, я тебе когда-нибудь отвечу. Да. Но как бы что-то не сделаешь в канадческих организациях, когда у тебя основной KPI, как бы это доллар на один e-mail, который ты должен заработать. А так меняем все. Зачастую, если взять меня, например, сейчас в агентской жизни, то мы очень редко что-то делаем и экспериментируем, потому что у нас не всегда есть полное для этого управление клиентским проектом, а если, когда ты внутри находишься, у нас есть и такие клиенты, где мы там прям глубоко, там мы, да, что-то экспериментируем. Но обычно все складывается к тому, что основная задача — это внедрить максимально много, причем автоматизированного. Вот, например, там был вопрос такой, что как... В общем, он примерно звучал так, у меня мало ресурса, как вот все делать. А это тот же самый человек, да, в общем, как управлять своими делами и всем остальным. И ресурс, он как бы, да, он человеческий кончается. Если мы занимаемся другими делами, в НКО, в условиях ограниченного ресурса, бюджета и всего остального, я предлагаю сделать следующее. Все, что максимально вы можете автоматизировать в рассылках, делайте автоматически. Вам даже, возможно, не нужно отправлять на каждую новую какую-то там акцию, у вас не акция, а какое-то новое событие суперважное, вы, безусловно, его поддерживаете информационно. А все остальное делайте максимально автоматически. Даже событие, которое какое-то происходит, его можно сделать так, чтобы оно отправилось автоматически. Для этого просто пару раз с программистом нужно подружиться. То есть выходит какая-то статья в блоге, а вы ее автоматически можете отправить через просвитч. И то же самое с WellPoint. Как это вообще работает? То есть что-то начнет изменять сам e-mail канал, то есть бывает, что он не работает. Когда вы максимально автоматизируете и внедрите лучшие практики, вот тогда что-то будет происходить хорошего. Ну, то есть тогда можно уже сидеть, плевать в потолок и оптимизировать эти воронки. Ну, то есть просто сидеть, смотреть, изучать, где там как, так, 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 почему-то вот здесь вот. Давай просто изменим название рассылки. И вот в таком формате работает. Ресурсы высвобождать с помощью автоматизации. Вот вам ответ. По автоматизации понимаете, что именно, сервис рассылки или CRM? Нет, чтобы рассылки, которые вы отправляете, максимально отправлялись без человеческого труда, не затрачивая ваш ресурс. То есть вы это делаете один раз. Ну, то есть проблема e-mail маркетинга какая? И создание в нем контента. Мы делаем какую-то рассылку, мы учимся на шаблоном, это отправляем, он потом не работает, и мы его отправляем. Все, забыли про него, начинаем делать следующее. Мы делаем какие-то триггерные сценарии, или автоматически это приветственная цепочка. Это может быть регулярная рассылка с каким-то дайджестом, который собирается автоматически с сайта, склеивается и сразу уходит людям. И мы вообще сидим и не трогаем. Он сам отправляется. То есть это можно сделать. Это для программистных задач, да? Да. Это должен быть, сайт должен быть, точнее, даймен должен быть при крученке этой рассылки? То есть это сделать, допустим, сильный слендер, это будет сложновато? Да нет, это не сложно, потому что, например, есть старый добрый RSS, который никто не читает. И, например, практически у всех платформ есть с RSS прямая интеграция, то есть только выходит что-то новое, это сразу появляется в системе для рассылки и отправляется в почту человеку. Мы так свои рассылки с блога отправляем, мы их не делаем руками. За редком стучении, когда у нас ломается RSS, нам приходится это делать руками. Мы даже пытаемся потом понять, как она вообще сделает руками. Я забываю. Так. Было гораздо больше вопросов, вот, например, этических границ для подбора материалов, но здесь, в рамках какой-то вот той экологичности, которую я делал, насколько вам самим вот эта внутренняя экология помогает какие-то этичные и неэтичные материалы выбирать, и насколько у вас проект такой. Ну, то есть, например, мы с моей общались, которая была из фонда Настенька. Ну, то есть, для кого-то получить рассылку про онкологию, это достаточно сложное восприятие. То есть, оно может быть этичным для вас, потому что вам показалось, что вы... Ну, то есть, вы делаете добро вроде как, а человеку как бы не очень комфортно на той стороне про это что-то узнавать. Потому что это всегда какой-то стресс для конечного донора. Может быть. Ну, хотя, например, в Штатах кто-то из донорских компаний, связанных с кровью, они прям какие-то жестко агрессивные были рассылки, они там не кроют в банке, писали, смотрите, сколько мы собрали, вот какое-то такое. Ну, здесь как бы что-то экспериментировать можно с детьми, это самое сложное. А какие-то цифры вы можете назвать, которые там, скажем так, успешные, неуспешные... На Штатах? Ну, какие цифры, вот по рынку МКО, если вы работали с донорских компаний по организации? Самое дело, что я только начал свой путь, да, в мои дни работали. А в коммерции? В коммерции, да, в коммерции могу легко, в зависимости, конечно, от категорий разных. Открываемость к рекламу? Да, ну какой-то в среднем, вот мы так же оцениваем, в принципе, живучесть рынка, e-mail, вот если кто-то говорит, да, что он не работает, мы смотрим на показатели. Показатели у нас из года в год не меняются, где-то даже прорастают, но средний нормальный живой показатель open rate – это 30%. CTR можно сделать там 10%, можно сделать большой, огромный, и мы какие-то провокационные рассылки для медиатеки отправляли, и просто на рассылке CTR разогнали там, ну, до 100%, близко к 100%. Только потому, что провокационный контент, как бы он потом к конверсии не ведет. Ну, то есть тоже, да, в общем-то, везде по-разному. А все зависит, на самом деле, открываемое, зависит от тема письма, то есть, если вы не сливаетесь с другими, с другими поставщиками контента в почту, то, в общем-то, вы можете влиять на это достаточно хорошо. Пишите хорошие тексты. С CTR-ом то же самое. И дальше на open rate еще влияет такая история, как качество контента. То есть, вы же один раз подписали человека, он первый раз просылку хорошо отправит, второй – да. А если потом качество контента неизменно падает вниз, или каким-то ожиданиям человека не соответствует, то может быть плохо. У нас… Мы сейчас взяли за практику следующее. Мы начали понимать, например, что нашу рассылку, которую мы делаем для своего блога коммерческого, казалось бы, ее просто начали меньше открывать. И мы начали просто людям писать письма, вот, всем подписчикам личные письма, почему они не читают рассылку. Они на нее начали отвечать, начали говорить, что, ребята, мы подписывались на одно, а вы уже про другое, что раньше вы были просто про рассылки, теперь вы про маркетинг, контент и все остальное. и поэтому мы сейчас снова переделываемся, потому что сделали такое некое… Каст ребят это называется. Вопросы? У меня есть вопрос. Если, допустим, для рассылки используется один шаблон, который мы сами создали, то мы его постоянно из раз в раз эксплуатируем. Может ли это влиять на выставляемость, открываемость, на какие-то обладатели или бумажки? Именно вот задизайнили и всегда уже подставляем на это? У меня есть ответ. Однажды у нас был проект. Он был про гадание на картах второго, но американского. И там такой дизайн ужасный, то есть это вот прямо из 90-х, до сих пор существует. И мы думали, что надо его обновить. Ну, типа, вот он точно влияет, потому что это трешачок. И мы обновили. И у нас коммерческие показатели все в два раза просто упали. Да и не трогай старое, если оно работает. Да это не особо влияет, потому что от того, что ты меняешь дизайн, людям все равно. Сколько визуальных вещей ты видишь за день, которые происходят вокруг тебя. От того, что изменило что-либо, только человек, который постоянно тебя читает, он заметит, что у тебя верстка поменялась. Я не знаю, что именно какие-то технические моменты может он там тоже коды или нет прописывает, а я даже не знаю об этом. Да нет, в принципе, это не особо влияет. А, вот я хотел рассказать, как тестировать доставляемое собственными руками, не привлекая к этому никого. Вот мы только начинаем понимать, что у нас какая-то проблема с доставкой происходит, и вот нам нужно какие-то меры принимать, а не знаем, что принимать, не знаем, в общем, из-за чего и какая причина у нас возникла. Мы делаем по шагам следующего момента. Регистрируем пять ящиков новых. И просто письмо, которое мы отправляли до этого, мы бьем просто на какие-то некие куски. Я сейчас попытаюсь это сформулировать. Ну вот мы берем, мы берем, например, на пять ящиков, вот этих отправляем письмо в том самом виде, в котором с ним возникали проблемы. Отправляем. Сейчас. И у нас просто ящики, они всегда с чистой репутацией, новые, к ним никакие, почему они должны быть новые, потому что к ним ни на них никакие поведенческие фильтры не накладываются. И у вас буквально один день, чтобы с этим поиграться. Мы туда отправляем эти рассылки и смотрим, куда она пришла. Зачастую проблема с доставляемостью бывает на уровне конкретного человека. Он там пару раз кидал в папку, в другую ваше письмо, и у него уже персональный фильтр, вы на это даже повлиять не сможете. Но на самом деле сможет, потому что мы потом берем и видим, что... Ну, допустим, у нас письмо в спам попадает. Вот прям вот все, попадает в спам. Мы не знаем, что с этим делать. Мы берем, вообще вырезаем весь контент из письма. Если нам система дает возможность отправить рассылку и снова на эти же котельщики, мы отправляем письмо в пустынку. Ну, с именем ответили. Да, все это же самое для письма. Смотрим, куда пришло. Если пришло в инбокс, значит проблема в контенте. Внутри контента у нас какая-то нездоровая история. Если оно все так же попадает в спам, то мы берем и меняем домен или отправителя. Ну, там, меняем домен. И снова отправляем. Опять же на эти самые пять ящиков. Но не трогаем, не открываем эти просылки. То есть не нужно. Только открыли, можете снова ящик перестрелить. Снова посмотрели. Если мы поменяли домен вдруг или адрес отправителя, и у нас снова все пришло в инбокс, а не в спам, значит проблема именно там. И вот в рамках, в общем, таких каких-то итераций можно определить, с чем проблема. А почему опять? Ого! Скажите, вы часто используете, что человек донес вас какие-то папки или дал какие-то руки. Вы часто используете? Есть такая... Мы просто недавно это... Мы просто недавно это обсудили. Я создаю папки. У меня их очень много. И на каждом ящике, на котором у меня есть что-то, есть папки. Фильтры, папки какие-то. Я вот подписан на маркетинговые рассылки специально, которые я хочу читать. Они у меня все попадают в папку. Я их не читаю, потому что они там попадут. Это не кроме вас. Вы не реванливыми, например. А это дальше невозможно определить. По тестику можно. Мы просто это недавно как-то обсуждали, что, в принципе, на открываемость влияет только тема письма, домен, от кого отправили и все. И когда заходит вопрос о реактивации, вот ко мне клиент приходит, говорит, нам надо базу реактивировать. Я говорю, ну а что тебе пару строчек текста написать? Я говорю, я больше никак не повлияю. Потому что заблуждение, что... Мы слышали один кейс такой, что люди внутри письма поменяли баннер, и открываемость выросла. Я спрошу, как? Вот как это сделать и его научить меня? То есть человек же не видит этот баннер до? Да. Да, задавай. Я вообще, экстренно недавно с НКО меня попросили выступить в музее, и я, в общем, это сделал. И когда я делал презентацию, ту еще, что... Ну, задача была сделать что-то длиннкой, я понял, что у меня кейсов нет, если я что-то сделаю, то это будет не мой опыт, поэтому я просто стараюсь тот опыт, который есть даже на другом, других бизнес-проектах просто как-то транслировать. Потому что это, знаете, как в B2B работают абсолютно те же самые механики, что и в B2C, просто все думают, что B2B это что-то другое. В B2C работают те же самые механики, которые работали всегда в B2B, но и в B2C никто не применял. Это личная переписка, личные рассылки, вот это все. И, в общем-то, все то же самое, что мы делаем, оно, в общем-то, и у вас работает. Должно работать. Есть свои тонкости и моменты, связанные с контентом, с его дистрибуцией, с бюджетными ресурсами и всем остальным, безусловно. Но, конечно, все то же самое. Хорошо. Спасибо большое, Иван. АПЛОДИСМЕНТЫ